Привет дорогие друзья! Сегодня я готовлю очень нежный и очень вкусный тортик, который я назвала банановый клубничный смузи. Этот тортик очень легкий и весенний, именно поэтому в этот праздник я захотела его приготовить мамочке на работу. Давайте же начнем. Для начала нам понадобится 300 грамм клубничного пюре. Тортик у меня довольно большой, поэтому и крема мне понадобится много. В 300 грамм клубничного пюре я добавляю 3 столовые ложки сахара с горкой, ставлю на огонь до закипания под открытой крышкой. Варю потом где-то в течение двух минут, снимаю с огня и полностью остужаю. Затем чайную ложку желатина нужно развести где-то 20 миллилитрами воды. Вода комнатной температуры, чтобы у нас желатин хорошо набух. И хорошенько перемешать для того, чтобы он у нас равномерно весь намок. У меня здесь очень мелкий желатин, очень хороший, 240 блюм, если я не ошибаюсь, так что он очень крепкий. Если у вас вдруг не такой крепкий желатин, возьмите побольше. Затем я взбиваю 400 грамм сливок. В микроволновке свой желатин я разогрела до растворения. Сливки я взбивала еще с четырьмя столовыми ложками сахара с горкой. Добавляю сюда клубничное пюре, которое холодное, не забывайте, иначе у нас потекут сливки. Сливки у меня здесь 40% жирности, взбиваются хорошо и в крепкую пему. Добавляю сюда растопленный желатин и быстренько взбиваю все вместе. Если у вас сливки будут очень жидкими и, соответственно, крем у вас будет жидкий, поэтому лучше сливки именно взбить в хороший крем изначально. Когда уже подействует желатин, тогда у нас крем хорошо схватится, но на моменте сборки торта крем еще довольно мягкий, поэтому не переживайте. Если у кого-то получилась более легкая консистенция, у меня такой, что он практически не плывет, то собирайте торт в кольце. У меня это прямоугольный торт. Здесь бисквит обычный классический, который мы с вами делали, кто вдруг не видел, ссылочку я на него оставлю в описании. Здесь у меня было три бисквита, которые обязательно каждый нужно пропитать. Каждый бисквит на три яйца у меня был. И выкладываю сюда весь крем. Аккуратненько его распределяю, чтобы он у меня никуда не пополз. Теперь приготовлю банановый крем. Мне понадобится здесь четыре средних банана. Выбирайте спелые, более сладкие, они будут более ароматные. Режу их. И смотрите, вот у меня здесь кусочек лимона. Можно его было просто добавить, можно выдавить с него сок. Небольшое количество, где-то чуть больше чайной ложки у меня получилось сока лимона. Это нужно для того, чтобы банан у нас не потемнел и крем у нас не стал просто черный через день. И теперь все это вместе нужно перебить блендером очень быстро, пока бананы не начали темнеть. А здесь они уже соединились с лимонкой, поэтому они будут уже такие черные. Добавляю банановое пюре 400 грамм взбитых сливок, точно так же, как и в клубничном пюре. Здесь я желатин добавлять не буду. Банановое пюре не такое, жидкое, прям как клубничное. Я сюда хочу еще добавить небольшие кусочки банана, для того, чтобы это были не просто такие крема, а хочу, чтобы все-таки там были фруктовые кусочки. Поэтому я взяла половинку банана, которая осталась у меня с этих четырех бананов, и довольно мелко ее хочу порезать. Вы видите, я эту половинку на четыре части режу, и потом мелкими-мелкими кубиками. Добавляю все это в крем. Можно было предварительно также эти кубики перемешать с небольшим количеством лимонного сока. Вот такой вот второй крем у меня получился. Получается очень популярное сочетание клубники и банана. Оно очень вкусное и нравится всем, особенно девочкам, мне так кажется. Опять же распределяю толстым слоем по своему бисквитному коржу. Затем накрываю уже последним слоем бисквита, не забываем все бисквиты пропитывать. Оставляю где-то часа на полтора-два для того, чтобы тортик у меня отстоялся. И затем ставлю сюда не очень тяжелый пресс на него. Буквально там полтора килограмма вот такой вот пресс. И потом можно этот тортик украшать. Его можно в принципе под мастику упаковать. У меня сверху там был крем-чиз, который я последний давала с творогом и с белым шоколадом. А сверху несколько цветочков. Очень-очень вкусный тортик. Обязательно попробуйте. Он очень легкий в приготовлении и очень нежный. А с вами был Кекс. До новых встреч. Пока-пока!